Это кукла-оберег. Ее используют для разных целей. И некоторые куклы ставили раньше. Немного ткани, нитки и главное – хорошее настроение. Вот рецепт изделия, которое может стать и украшением, и игрушкой, и оберегом. В Химках провели мастер-класс по созданию славянской куклы. А вообще, насколько тебе это интересно? Ну, я вообще люблю всякое рукотелье. Из кожи делаю такой толстый, всякие прикольные штуки, браслетики или сумочки. Чтобы сделать одну куклу, нужно изучить историю, костюмы, национальные традиции. Наталья Бурова знает об этом все. В коллекции преподавателя Сходнинской школы искусств около 30 кукол – Емеля, Шахерезада, Удмуртская принцесса и даже божества древних славян. Известно, что 12 куколок развешивалось вокруг печки. Огнея, берегея. Дальше была куколка такая же, то есть ее клали в колыбель. И мама говорила, сонница-бессонница, поиграй с куколкой, пусть мое дитятка поспит. Были насморочные куколки, которые вот их закруточки на груди носили во время каких-то эпидемий, болезней. Мастер-классы здесь не редкость. Идею администрации обучать химчан рукоделию в Сходнинской школе искусств поддержали охотно. Наша съемочная группа тоже присоединилась к процессу. Сейчас мы попытаемся изготовить вот эту куклу. Наталья Геннадьевна, расскажите, какие материалы требуются для этого? Для этого потребуется плотная ткань, текстиль, пряжа, ну и тесьма. Хорошо, с чего начнем? Начнем с плотной ткани. Берем вот этот прямоугольник, пополам складываем. И вот так вот плотненько скручиваем. То есть в этом будет заключаться секрет плотности. Первым делом основание для будущей куклы. Ткань перевязываем нитью, после наряжаем куклу, делаем прическу из пряжи. Можно приклеить монету к финансовым успехам или зерно для плодородия. 15 минут и готово. Вот таким нехитрым образом мы сделали куклу-оберег. Я решила выбрать ту, которая приносит деньги. Теперь проверим, сработает ли. Ксения Врагина, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.